Спасибо большое за внимание, проявленное к этому мероприятию. Я понимаю, что это студенческая аудитория, и причем аудитория, так сказать, еще часть из которой собирается заниматься профессиональной не только политикой, это совершенно разные вещи, но и политологией. В этом смысле я твердо убежден, что политика это искусство, искусство возможного, и свести политику к науке как таковой нельзя. Вот в последнем своем выступлении президент России сказал, что там мало, так сказать, ума, нужно еще и сердце, чтобы что-то там понимать и так далее. Но вопрос заключается в том, что из древле, с времен, ну, по крайней мере, начала православия на Руси, существовал такой термин «умное чувство». Не умное, а умное. Умное чувство. И считалось, что мир постигает именно это умное чувство, и это адресует безумно глубоким вещам, которые мне бы хотелось здесь нарисовать в виде некоторой матрицы. Потому что когда всегда говорят там, ну, рационально-эмоционально, то считается, что есть некое противоречие между рациональным и эмоциональным. Вот я его запишу так, что есть чисто рациональное, которое мы обозначаем двумя буквами «р». Рациональная рациональность. Понятно, да? Есть чисто эмоциональность, которую мы обозначаем двумя буквами, эмоциональная и эмоциональность. Есть эмоциональная рациональность и есть рациональная и эмоциональность. Чисто рациональная слагаемая – это вот и есть машина, да? А чисто эмоциональная сфера – это есть такой вот дергающийся сумасшедший. Весь смысл заключается в том, что существует вот эта диагональ матрицы, в которой есть чувственная мысль, вот я так могу еще сказать, чувственная мысль и интеллектуальное чувство, или умное чувство. Если два полушария, правое и левое, у мозга вот так разделены, и тут вот нет некоторой соединяющей вот эту рациональность и эмоциональность дуги, то вот эта диагональ истребляется. В сущности, человек как потолой с этого момента уничтожается. Как говорил, может быть, и не лучший, но и не худший советский поэт Андрей Вознесенский, все прогрессы реакционны, если рушится человек. В сущности, сейчас речь идет о чем-то подобном, и здесь о колоссальной роли России, которая все время говорила об этом умном чувстве, да, то есть, так сказать, интеллектуальном чувстве, да. И вот, как бы, все сложные отношения между еврейским и русским народом связаны, в частности, с тем, что еврейский народ, конечно, олицетворяет собой чувственную мысль. Альберт Эйнштейн — это, как бы, концентрация такой мысли, которая непрерывно держится на образах, на каких-то вот глубоких достаточно переживаниях, на страстях и на всем прочем. И, более того, тут игра на скрипте не случайная, это не развлечение, гения, физика, так сказать, который на досуге играет на скрипте. Немного порешал уравнение, немного на скрипте. Тут есть опять величие русского писателя Достоевского, герой которого говорит, обратитесь в хамство, гвоздя не выдумайте. Иначе говоря, вся эта креативность, лишенная, так сказать, образности, почему вообще сейчас нужно говорить не о великом творчестве, не о чем-то, а какой-то креативности. А креативность, потому что крупнейшие творческие вещи ушли, это мировое явление, в сущности с концом 20 века или с концом первой половины 20 века ушли, так сказать, некоторые вещи, которые составляют, ну, как бы, безумно важную вещь для человечества. То есть, если говорить о количестве инноваций, у нас очень люди говорят, то их количество, вот начиная с второй половины 20 века, вот так вот выросло. Но если говорить о фундаментальных идеях, обо всем чем угодно, то количество этих идей на единицу времени резко упало по отношению к 19-18 веку. И вообще веку какого-то вот этого большого проекта, который, так или иначе, мы называем модернити, модерн, просвещение вот того большого проекта, в рамках которого человечество жило, скажем так, последние 500 лет. Где-то 500 лет назад примерно буржуазия начала существовать как класс, где-то она действительно начала вести с собой человечество, где-то она оформила это идеологически, она оформила это политически. Великой французской революции, естественно. Затем, сколько-то времени она, так сказать, продолжала выполнять такую передовую роль историческую и что-то там делать. В этом уже засомневались романтики где-то к 50-м годам 19-го века. С начала 20-го века стало ясно, что проект близок к исчерпанию. Такие работы, как работа Шпенгеля, в сущности, лишь маркировали колоссальное разочарование западного человечества всем тем, что принесла с собой буржуазия. И как бы все это колоссальное разочарование, весь великий, огромный период в истории Запада, потому что именно Запад принес эту буржуазную мысль, конечно, на флаге великой революции и трудов просветителей. Вольтера, Монтаскеда, Доламбера, Дидро, Гоббса, Лока и других. Вот все это завершилось Первой мировой войной, когда в абсолютном непонимании, что, собственно, происходит и зачем это нужно, никто не мог объяснить смысла этой войны. Вот Европа засеяла костями миллионов и миллионов людей, молодых англичан, французов и так далее, в свои, так сказать, поля, создала такую чудовищную иллюстрацию на стихе Пушкиного «Поле-Поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Варден, Ипор и все прочее, первые химические атаки, чудовищное ощущение человечества, что начинается некое истребление и, в сущности, исторически именно то, что называлось «светом с Востока», то есть новый проект, европейский по своей сути, поскольку Маркс европеец, безумно сильно перелопаченный русскими, достаточно прочитать книгу Бердяева о русском коммунизме, чтобы понять, что он прав и что там с плюсом, то есть минусом к этому относится, но это именно русское явление, глубоко русское, настроенное на реализацию вековых страстных хелиостических чаяний русского народа, вот это все вместе открыло некую новую эру, крах, который в 91-м году еще более сильно обнажил все на свете, включая бесперспективность того, что происходит, и позволил говорить Францису Фукуяне, как вы знаете, консельствовать. Сам по себе тезис о конце истории является безумно спорным, это, конечно, доктрина Демократической партии Соединенных Штатов и всего того, что стоит за ней, скажем так, либерального вот этого блока элиты, которая и управляет, так сказать, политикой Демократической партии США. Республиканцы вскоре ответили на это, и Хантингтон, так сказать, возобновил свои старые построения по поводу конфликта цивилизации. Конфликт цивилизации означал определенную версию продолжения истории, а Фукуяне сказал о конце истории. В любом случае, нужно сказать, что перед человечеством во весь рост встал колоссальный вызов, он встал с момента исчерпания вот этого проекта модерн, в ответа на этот вызов нет. Если вы внимательно читали работы Тойнби, а я надеюсь, что вы их читали, просто как профессионалы будущие, то там вопрос стоит так. Перед человечеством или отдельными сообществами людей Тойнби называет их цивилизациями, я чуть позже поясню, почему я считаю это не вполне верным. Значит, нечто, там история для Тойнби эпох, неважно, кто выдвигает некий вызов. На этот вызов должен быть дан ответ. Если ответа нет, говорит Тойнби, то либо уничтожается полностью та общность, которая создает цивилизация, как говорит Тойнби, или вообще макросоциальная общность определенного типа. Или же, так сказать, если этот вызов общечеловеческий, то отсутствие ответа на вызов означает, по большому счету, то, что гибнет все человечество. Вызов, который обнажен XX веком, очень прост. Вот этот проект, очень сильно связанный с рационализацией сознания, протестантизма, но не буду подробно в этом разбираться, я надеюсь тоже, что вы читали Вебера. В этом смысле главное состоит в том, что этот вызов состоял в том, можно ли развивать технику и другие производительные силы человечества, не развивая самого человека, оставляя его константы или даже в каком-то смысле допуская некоторое снижение его антропологического, скажем, любого метафизического, экзистенциального, человеческого потенциала. При этом наращивая сильно развитие вот таких производительных сил, или как мы их назовем, техника и все прочее. Западная цивилизация, цивилизация, которая действовала на основе просвещения, или как мы его называем, модернити, это не совсем то же самое, потому что просвещение по большому счету отрицает вообще христианство и религиозный компонент, а проект модернити его не отрицает, он просто на определенное место выдвигает это все. Западная цивилизация дала ответ, да, это возможно. Можно, оставив человека константой, исторической, антропологической и прочей, безумно сильно развивать производительные силы. Да, можно. При этом постулат о том, что человека развивать нельзя, исходит из того, что человек изначально является существом греховным, поврежденным первородным грехом, стремящимся к озлу и так далее. Поэтому единственный способ обеспечить развитие, это заставить работать силы зла. Хоме хомоним люпус эст. Человек человеку волк. Заставьте работать эти силы волчьей грызни, эти силы, которые кидают людей друг на друга, как бы в жажде добычи, конкуренции, первенства или чего-то еще. Заставьте только это работать, и двинется вперед машина человечества, и человечество станет лучше. Это, как бы, проводилась постоянная параллель между неверно совершенно понятым Дарвином, потому что Дарвин этого не говорил, и вот, так сказать, социал-дарвинизмом, то есть тем, что касается человечества как такового. Дарвин говорил, что сила зла, якобы говорил, конкуренция между животными, вот эта война всех против всех в животном мире, джунгли эти, так сказать, как бы звериные, они обеспечивают в итоге, за счет чьей-то высшей воли внутри этой грызни, выход из инферна, вот этой, так сказать, животной грызни, и в итоге создание человечества. Дарвин этого не говорил. Это говорили неодарвинисты, это говорили Геккель и другие люди, которые доводили до конца идеи Дарвина, но сам Дарвин никогда этого не говорил. Дарвин все время настаивал на инстинкте солидарности, более того, утверждал, что только наличие этой солидарности позволяет каким-то способом двигать вперед все живое, включая, так сказать, дочеловеческий мир. А также утверждал, что именно народы, в которых инстинкт солидарности наиболее сильно развит, являются историческими народами, преобладают. В этом смысле он был, конечно, представителем англо-саксонской расы и англо-саксонского представления о том, что такое доминирование. Но он говорил именно о том, что вот там бремя белых состоит в том, что вот англо-саксонский мир, в котором это доминирование существует, вот он может, наконец, так сказать, повести за собой все человечество, поскольку в нем идея доминирования сочетается с идеей солидарности. Поэтому сказать, что Дарвин был против солидарности и поощрял только борьбу против всех нельзя, но он был так прочитан, и это привело к тому, что в итоге возникла некая машина, великая машина, которая позволила, делая человека константой, стремительно развивать производительные силы и вообще производящий потенциал человечества. Это есть великое достижение западной цивилизации в целом, это есть великое достижение конкретного проекта модернити, в рамках которого это произошло, и это достижение имеет глубочайшие корни. Фактически мы сталкиваемся с этим в первый раз в тот момент, когда, так сказать, философия Сократа и даже до Сократиков начинает делить миф на эстетическое, этическое и гносиологическое. То есть только на прекрасное, в котором может не быть этического и истинного начала, только на истинное или гносиологическое, в котором не может не быть прекрасного и других начал, и только на этическое. В сущности вся эпоха мифа на этом кончается, и тут можно сказать, что настолько же, насколько миф оторвал человека от природы и создала как человека, настолько же философия оторвала человека мифа и создала нового человека, человека науки, человека искусства и человека этики в виде, так сказать, вот этой самой философии, в сущности Сократа и его предшественников. С этого момента по нарастающей началось вот это дробление целостности, которое, так сказать, представляло собой красота, добро и истина, на составляющие, а потом это все кончилось колоссальным дроблением рациональной науки, которое и создало большинство из того, что мы имеем. В этом смысле мы не можем, пользуясь плагодами современной цивилизации и вообще глядя на нее как на благо, говорить о том, что западная цивилизация в целом и вот этот сам принцип, это сплошное зло, он огромную, огромную лепту принес в то, что мы существуем, что мы понимаем то, что мы понимаем, мы постигаем мир и все прочее. Но на какой-то момент выяснилось, что возникли вот эти должности, они называются антропологическими. Колоссальный потенциал развития человеческой техники, ну и все, что с ней связано, знания, информация и всего прочего, оказался связан с таким же или чуть-чуть меньшим потенциалом, собственно, антропологическим, человеческим, внутренним. Ну, наиболее комично простой форме это отражено в фильме «Девять дней одного года», где Смоктуновский, великий советский актер Смоктуновский, так сказать, полемизируя с Баталовым, который является таким идеологически правильным человеком, а Смоктуновский такой инфанктерибельный, вполне правильный, говорит, что ты веришь, что это куда-то двигается, милой мой, они сидят в ресторане. Значит, тот, кто изобрел колесо, был гениален, как Эйнштейн, посмотри на эти лица, Лауазье и другие, а теперь посмотри на этого пятикантропа. Официант считает, что ему дают заказ, подходит к этому Илье и говорит, что изволите, он говорит, нет, нет, спасибо, ничего, нет, вас ничего не надо. Вот смысл всего этого дела как бы заключался в том, что вот это все в комическом виде, так сказать, не знаю, в стихи Вознесенского в среднем виде, и можно это сказать любыми другими, так сказать, более высокими принципами, мы оказались все вместе перед вызовом. Человек оказался здесь, а средства, которыми он располагает, оказались здесь. Совершенно ясно, что дальнейший разрыв этот, а он стремительно нарастает, значит, приведет к неизбежному уничтожению человечества. Это вызов, на который должен отвечать весь миф. Есть такой, как бы, сильно больной и очень талантливый человек, фамилия Хокинг, да, астрофизик, он сказал, что он не так боится даже ядерного оружия, как вируса судного дня, не знаю, значит, такой вирус судного дня, есть так называемое генное оружие, которое в состоянии уничтожить человечество, уничтожать его избирательно и так далее, и тому подобное, которое является следующим за ядерным. Но страшно даже не это, страшно то, что прогресс растет так, что 10 сумасшедших когда-нибудь всегда смогут и вскоре смогут соорудить у себя дома оружие любой истребительной силой, а для того, чтобы проконтролировать каждого, нужно снять человека, воткнуть ему что-нибудь такое в голову, чтобы уже в момент, когда он замыслит что-то, связанное с подобными вещами, зажглась лампочка и нас всех спасли. Но это спасение куплено ценой окончательной гибели человечества, оно называется Psycho-Control Society, это идея, которая всячески обсуждается. Значит, короче говоря, все это зашло в тупик. Из тупика выхода два по определению. Либо надо сокращать технический потенциал, приводя его в какое-то соответствие с чем-то человеческим, либо надо наращивать потенциал человека. Сокращение технологического потенциала или возвращение человека к природе, это очень лакомая идея, ей уже много тысячелетий, мы можем начать ее от Гесиода, из Золотого века, когда так было хорошо, что ничего не было, такого, что ссорило людей и так далее, иногда это называется первобытым коммунизмом, etc. Но смысл здесь не в этом, смысл в том, что мы эту идею, даже если бы захотели ее, этот возврат к природе, мы ее реализовать не можем. Современные экологические движения в радикальных вариантах, конечно же, стремятся именно к этому, фонд дикой природы и так далее. Это не выдумка, это действительно существующие движения, которые хотели бы того, чтобы, так сказать, этот технологический потенциал был сокращен, так сказать. Принц Филипп и правду, это можно проследить по его тезисам, говорит о том, что человек это самый опасный вирус на Земле, который надо истребить, что он сам хотел бы превратиться в любую бактерию чумы, чтобы истребить человечество, и как бы был прекрасен мир без людей. Но в любом случае все эти разговоры в пользу бедных, говорят в таких случаях. Этого не будет. Вот нет средства сломать эту параболу, по которой, в лучшем случае, по параболе растет, собственно, технические и сопряженные с ним потенциалы, ее сломать невозможно без сокрушительной мировой войны, уничтожения девяти десятков человек. И там, не знаю, что на этих обломках будет, возможно, то же самое. Все опять повторится сначала. Значит, вторая идея, это идея ожидания, когда эти ножницы настигнуты такого уровня, что их схлопывание, то есть, давайте уничтожить это человечество, а дальше посмотрим. Недавно, ну как недавно, года четыре назад ко мне приехали представители Запада, которые сказали, ну вот мы считаем вас перспективными, мы хотели бы с вами обсуждать построение мира, вот европейский диалог с вами вести по ту сторону катастрофы. Я говорю, а может быть, стоит обсудить, как преодолеть катастрофу, зачем обсуждать построение мира по ту сторону катастрофы. Нет, нет, все умные люди в Европе отказались уже от этой идеи, все понимают, что катастрофа неизбежна. Посмотрите на физиономию всех этих политиков, Гордон Браун и так далее. Там же все видно, катастрофа будет. А вот обсуждать, как и по другую сторону этой катастрофы устроен будет мир, это было бы интересно. В любом случае, я хочу сказать, что я не высасываюсь в пальцы эту идею, я знаю, что она обсуждается, я вам рассказываю то, что неоднократно слышал на закрытых и достаточно как бы репрезентативных семинарах в Европе, в Израиле, в Азии, в Индии, в Китае и так далее. Что было русским ответом на этот вызов и в чем историческая роль русского коммунизма, как бы о безупречности которого, пусть говорит, я не знаю, даже не Зюганов, я не знаю, кто Тюлькин. Мы все понимаем, что если бы это было безупречно, мы бы по нему жили, во-первых, и во-вторых, мы все видели, что происходит много, а далеко не безупречно, но который охаивать так же глупо, как и огульно восхвалят. Что фундаментально ценного для человечества, так сказать, сотворили русские, приняв коммунистическую идею, что они с ней сделали и что в сущности произошло, и почему человечество это приняло, почему Дарнард Шоу, Роман Роман и другие восхваляли, так сказать, зарю с Востока, эту новую жизнь, которую приносит с собой Россия, и все прочее. Русские ответили на один вопрос, на вопрос о новом гуманизме и новом человеке. То есть они сказали, мы рискуем поднимать человека сюда. Мы будем сокращать разрыв между вот этой кривой технологической и кривой антокологической. И тем самым мы спасем человечество. Все. Если говорить о том, что такое сущность, по большому счету, вся коммунистическая идея, то можно ответить на это двоятно. С точки зрения собственного определения классиков, коммунизм это раскрепощение и пробуждение в каждом человеке высших творческих способностей. Все. Будем ли мы читать Ленина, Маркса и кого угодно еще, никакого другого определения коммунизма просто не существует. Все остальное это средство раскрепощения и пробуждения высших творческих способностей в каждом. А если говорить с точки зрения того, что можно эту идею разделять или не разделять, ну почему ее принял мир, что он в ней уловил? Он уловил в ней шанс на спасение за счет того, что впервые именно в России заговорили о том, что вот эта антропологическая кривая может быть выведена из понятия этого параллельной прямой, какое-то такое состояние, чтобы между технологией и антропологией не возникло катастрофического разрыва или, как его говорят, он называет ножницы. Можно отвечать на эту идею как угодно еще. Можно говорить, что эта идея коммунистическая порочная и к этому есть одни основания. Можно, наоборот, защищать и говорить, что она замечательная, и к этому есть другие основания. Нельзя не признать только одного, что если вот на этот вызов не дать ответа и продолжать держать здесь вот этот уровень, который сейчас-то фактически стал уровнем понижения еще, то дальше только уничтожение человечества. Никаких других перспектив нет. И это не продлится долго, это продлится 2-3 десятилетия. Мы у порога определенных процессов, и нет ни нового ряда Нобелевской премии, который вам скажет что-нибудь другое, хоть одного, занимающегося этими процессами, ни, так сказать, людей в интеллектуальной элите мира, которые не видят этого, не понимают. Об этом не говорят, но это совершенно ясно, что это есть. И в этом смысле будет этот коммунизм 20 раз плохо. Если он дал крохи ответа на этот вопрос, крохи, он бесценен. Как бесценные русские, которые эти крохи взяли, извлекли и принесли миру. В этом смысле самое глупое, что может быть в России, это поносить саму себя за идею, за этот, так сказать, утопизм, за все, что с этим было следствием. Это бред. Второе слагаемое этого бреда гораздо практичнее, но ничуть не менее драматично. Наконец-то я услышал от президента России несколько вещей, которые раньше я мог слышать только в радикально-оппозиционных кругах, или хотя бы, так сказать, теперь уже не так радикальных, но тоже оппозиционных кругах. Но я услышал про Вашингтонский обком одновременно с тем, что у нас нет врагов, но у нас есть Вашингтонский обком, который хочет превращать, так сказать, всех в вассалов, а нас, если еще в вассалов превратить, то мы погибнем. Я ведь ничего не искажаю, я это услышал. С этим можно спорить, президент России такой же человек, как все остальные, может ошибаться или нет, но это было сказано. Второе, что было сказано, и это было сказано уже главой российского государства официально, и это, по крайней мере, доктрина сегодняшней России, ибо главой российского государства выбрало большинство народа, что ни о каком приравнивании нацизма и сталинизма я подчеркиваю. Говорилось именно так. Нацизма и сталинизма речи быть не может. Это ответ на украинскую, так сказать, новую модель, в которой это приравнивание осуществлено, и на попытки мира осуществить это же приравнение. Вопрос здесь заключается не в том даже, что именно об этом сказано главой государства, хотя бы это очень существенно. Вопрос, с моей точки зрения, здесь в другом. Вопрос заключается в том, когда же это началось, когда приравняли коммунизм и нацизм. Кто конкретно это сделал? Наверное, здесь сидящие знают, что это сделали Поппер, Фон Хайк и другие, и, наверное, представьте себе, кто такой Поппер. Поппер – это человек, который, так сказать, жил в Австрии, оказался под преследованием нацизма, бежал в Новую Зеландию, там прозябал, приехал в Британию, оказался, так сказать, в очень, так сказать, нужное время востребован Черчиллем лично и другими для Холодной войны. И там была построена вся эта модель тоталитаристского равенства между нацизмом и коммунизмом. В принципе, Поппер – теоретик науки. Он разбирает принципы научного доказательства, метод доказательства, верификация, фальсификация, теории историзма, истины и так далее. Походя, он говорит обо всем этом. Книга, которая, вон она так говорит, все либералы называют замечательное, искажая название. И всем преподаю, что книга Поппера, ну, может, не всем в Томску повезло, но я несколько раз с этим сталкивался, в том числе в Москве, что Поппер написал книгу «Открытое общество», что он теоретик открытого общества, что его книга «Открытое общество» открыла всем глаза на то, что такое открытое общество. Прошу прощения за эту логию. Но книга Поппера не называется «Открытое общество». Я думаю, в этом зале есть достаточное количество людей, которые знают, как она называется. Она называется «Открытое общество и его враги». Главное, что было вброшено книгой Поппера, это вовсе не идея того, что такое открытое общество. Это идея того, что это открытое общество есть враги. Но если вы внимательно читали эту книгу, то там речь идет не просто о том, что там есть враги, а о том, что открытое общество, кстати, открытая Россия и другие проекты, это нечто чудовищное. Открытое общество не является обществом, в котором все ездят по миру и смотрят, что происходит в Италии или где-то еще. Открытое общество не является обществом, где нет цензуры и так далее. Открытое общество – это общество, в котором категорически запрещены все виды коллективности. Я читал Поппера с предельным вниманием, для этого даже уехал в деревню, чтобы меня ничто не отвлекало. Делал достаточно долго, у меня лежат конспекты соответствующие. Я сейчас как раз с ними знакомился, потому что я все-таки хочу написать книгу на эту тему. Только с цитатами. Традиционная семья – это враг открытого общества, ибо она создает коллективность. Любые общины, любые, так сказать, этнические сообщества. В предисловии к русскому изданию Поппер пишет, дорогие русские друзья, вы должны помнить, что я не делаю никаких исключений и не говорю не только о вас. Я лично считаю, что самая преступная форма войны с открытым обществом – это сионизм. Это я цитирую Поппера, не себя. Значит, смысл заключается в том, что то общество, которое описывает Поппер, это общество-монстр, в котором разрушается и запрещается любая степень коллективности. Более того, это общество, и это опять я цитирую Поппера, я провел достаточно времени для того, чтобы это выучить чуть не наизусть, в котором единственной скрепой является враг. Никакие, ничто не скрепляет открытое общество, кроме внешнего врага, говорит Поппер. И это логично, потому что, если вы не допускаете никаких коллективностей вообще, а только коллективность скрепляет общество изнутри, значит, единственное, а скреплять его надо, то извне вы его можете скрепить только врагом. Значит, изнутри никаких коллективностей, каша, такая, суперингиогалистическая, которая как-то там роится вне всего, что знал о человеке. А снаружи все время разговор. Нашу кашу хотят уничтожить, нашу кашу хотят съесть, нас хотят погубить, наш замечательная каша, собирайтесь все против тех, кто хотят погубить эту кашу. Вот что такое эта модель. Вот модель, в пределах которой был приравнен сталинизм и нацизм. Теперь есть великие работы, в которых обсуждается специфика сталинизма и нацизма, я не буду их все цитировать, но как бы больше всего меня впечатлили модели там, в тяжкости, в которых говорится. Обратите внимание на одну реальную, реальную черту, которая говорит о различии, которая на самом деле имеет фундаментальный характер. Обратите на нее внимание на разницу семантики, семиологии, интонации, лингвистики двух лидеров, лидера, так сказать, нацистского Гитлера и лидера коммунистического Сталина. Сталин непрерывно стремится говорить как можно более спокойно и методом перечисления. Во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых. Он все время копирует отца, патриарха, включая библейского, скрижали и предельную рациональность в тону. Гитлер непрерывно комлает. Единственное, что держит речь Гитлера, это вся система шаманистских технологий. В этом смысле и это говорили немцы. Тот же Беньямин, Вальтер Беньямин и другие. Гитлер является матерью нации, а не отцом. Он постоянно апеллирует шаманско-матриархальным типом существования. А отцовскую логику, охлажденную спокойно, как раз демонстрирует Сталин. Я не буду спорить о том, правильно или нет, потому что просто очевидно, что это две разные лингвистики. Можно послушать речь Гитлера и послушать речь Сталина и понять, что они разные. Я только хочу сказать, что в этом определении есть хоть какое-то желание уйти от внешних банальных черт и что-то изнутри увидеть, просветить каким-то рентгеном интеллектуальным. Что говорится, когда это приравную. Вот смотрите, они здесь ходят в строем, эти ходят в строем, они здесь там какая-то живопись у этих такая-то живопись. Это называется тоталитарное общество. Помилуйте, вот таким же успехом и таким же строем ходили за 300 лет до этого. И совершенно ясно, почему Томас Манн, великий немецкий писатель антифашист, сказал о том, что с Гитлером никаких разговоров быть не может, потому что он дегуманизирует, он рвет со всей гуманистической традицией, он, так сказать, апеллирует к ее отсутствию, а с коммунистами можно попробовать договориться. Он говорил об этом как советник Рузвельта. На почве воли к улучшению человечества. На почве воли к улучшению человечества. Я цитирую. Смысл здесь заключается в том, что коммунизм остается и будет гуманистическим явлением, входит в единую традицию гуманистической мысли, разделяет ее ошибки или заблуждения. В отличие от прежнего, гуманизм говорит о новом гуманизме и об истории. То же, что связано с Гитлером, всегда разговаривал на совершенно другом языке. Одна из лучших работ, так сказать, о Ницше, конечно, совершена Хайдеггером в ряде его трудов. Он внимательно исследовал Ницше и он показал, что Ницше это и есть смерть метафизики вообще, смерть европейской метафизики, идущей от Платона. Прежде всего, и поскольку Ницше понимает, что метафизика речи быть не может, то о ней о чем говорить, то это подмена всех ранних видов метафизики метафизикой воли к власти. Сам Ницше, который в первых своих работах, где он спорил с Вагнером, там, рождение трагедии с духом музыки и так далее, говорил о том, что вот самое главное это Дионисия, Дионисийская Греция в противовесе Палонической и так далее, и тому подобное, во всех своих подних работах. А главная работа Ницше, которая как ни была издана и вместо этого, так сказать, его родственница этим и занималась, да, и собирала рукописные отрывки произвольным образом, была посвящена только воле к власти. И в этой работе Ницше говорит, только Рим, Рим, Рим это подлинная метафизика воли к власти, Греция ничто, только Рим. В этом смысле, как бы, фашисты, конечно, сделали ставку на метафизику воли к власти, на дегуманизацию, на Ницше и на великие в своей откровенности, фразу Ницше, так сказать, нужно быть очень глупым, чтобы не понимать, насколько это одно и то же, жить и быть несправедливым. В ответ на это и на волю к власти, тут было сказано о любви, тут было сказано о справедливости, обо всем прочем. Говорят, слова ничего не значат без практики. Слова очень много значат. В противном случае не надо, так сказать, противопоставить практику Великой Французской революции свободе, равенства и братства, написанных на скрижалях. А так можно далеко пойти. Надо практику генерала-аперанта, расстреливавшего, так сказать, мирных жителей, так сказать, картещу с близкого расстояния, противопоставить идеалам Линкольна и идеалам свободы и так далее. Это плохая идея. Противопоставлять практику идеалам. Идеалы трудно реализуются в жизни. Они всегда противоречат в реальности тому, как его они есть, но они значимы, потому что человечество никого пути ничего не сделает. И так, фашизм действительно с точки зрения Ницше, с точки зрения воли к власти, с точки зрения дегуманизации, с точки зрения слов, когда я слышу слово культура и охватаюсь за пистолет, это антипод коммунизма, говорившего о гуманизме, новом человеке, о справедливости и о восхождении и обо всем прошлом. И, конечно же, и это тоже должно быть отчетливо зафиксировано, как мне представляется именно сейчас, нет реального фашизма в дне реальной дехристианизации, то есть реального разрушения христианского идеала. Не зря Ницше возненавидел Вагнера, своего учителя, за то, что тот отдал должное христианству. И сколько бы ни было написано на пряжках «Гот миг унц», и сколько бы ни оставляли протестантских священников, суть фашизма всегда языческая. Она не может существовать без язычества, без культа Водена в Германии, без соответствующих культов в Италии, без соответствующих культов в Испании. И, наконец, высшая идея фашизма, о которой сказали как бы испанские фалангисты, когда им пришел читать лекцию Мигель Беунамуна, великий испанский философ, они приветствовали его, вытянув руку фалангистам приветствия и криком «Вивля муэрте!» «Да здравствует смерть!» Монамуна сказал, я, прежде всего, лингвистически протестую, смерть не может здравствовать. С моей точки зрения, тут есть ошибка, но с точки зрения, по первому приближению, не может, кроме того, я отрицаю вашу воздумку и так далее. Они его не убили, они его посадили под арест и держали все оставшиеся время. Идея «Вивля муэрте» это третья идея фашизма, и идея «Да здравствует жизнь!» «Бой кипит святой и правой, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле» это идея коммунистическая. Не будем говорить, насколько они безупречны. Нет ничего безупречного в реализации на практике, есть какие-то ущербности, ибо если бы их не было, все бы не рухнуло. Скажем только, что это совершенно разные вещи. Но сейчас на том историческом этапе, на котором мы живем, важно не это. Важно то, существовала ли русская правда в принятии этого, несет ли русский народ и русская культура и русская мысль нечто человеческому. И как же все-таки получилось, что русские это взяли? Почему? Потому что идея целостности имела для русского народа фундаментальное значение. Русский народ никогда по большому счету не принял того, что было сделано Аристотелем, Сократом в европейской мысли. Русский народ в этом смысле есть альтернативный европейский народ. Можно многое говорить по поводу того, как он внутренне устроен, и мне кажется, что тут есть достаточно интересные вещи, которые как бы отрицаются. Но я хочу сказать прежде всего, что этот холизм остался, что именно Поппер, так сказать, на ряду со всем прочим, историцизмом и всем прочим, ненавидел холизм, и что холизм, историцизм и воля к изменению человека, к восхождению человека есть константы русской жизни. Я могу, вот так вот, меня представили, спасибо, так перечислили все мои многообразные, противоречащие друг другу профессии, в каком-то смысле. Я могу в целом сказать, что я на сегодняшнем этапе могу привезти свой спектакль на любой европейский фестиваль, на Авеньон, на Эдинбург и так далее. Я точно знаю, что будет после того, как я привезу. Как-то посмотрят спектакль, чуть-чуть похлопают, потом останется 20 журналистов, они послушают еще 20 минут, похлопают еще раз и может быть что-нибудь напишут. Все. Каждый раз, когда в русской аудитории, ну я имею в виду, театральный, так сказать, осуществляется спектакль, после этого спектакля две трети зрителей, молодые люди, сбиваются в кучу в фойе и стоят до 4 утра, требуя, чтобы я разъяснял. И не вопрос о том, сколько будет стоить рубль в долларах или доллар в рублях, а что такое исхождение святого духа, так сказать, что такое апоката статис или что-нибудь еще в этом духе. Поэтому я хочу сказать, что вот это страстное стремление к высшему смыслу и всему прочему живо в Европе как массовое явление в одном народе. Я хорошо вижу блестящие португальские, испанские, французские группы, у меня со всеми с ними связи, которые забились, как тараканы в щели этих обществ, проклинают глобализм, туризм и все остальное, и там фаду или какого-нибудь фандага в чистом виде начинают изображать в своих небольших коммунах. Но это явления уже капельные, точечные. В России это явление не точечное. Кто там заморочивается, в либерализм, кто куда-нибудь, кто куда-то. Все кипит. Вот это живое кипение есть единственное европейское кипение, и если история, как воспламененность идеалами, где-нибудь должна продолжаться, то возникает простой вопрос, где? Я не знаю в Атинскую Америку, я вполне хотел бы надеяться, что там есть этот огонь, но я знаю, что если он есть в европейском мире, а в Китае и Индии его нет, а просто слишком часто там был, Китай вообще холодная страна, а Индия очень накаленная религиозная страна, но это не то, что является огнем истории. Если этот огонь где-то есть, он есть в России. Я поговорил об этом и не сказал вам о том, что такое политология, как бы, о чем, ну может быть, я сказал после, на чем я мечтаю, и я мечтаю о том, чтобы русский голос был услышан, и чтобы Россия, так сказать, спасла человечество, потому что я вижу в этом неминуемую гибель, а я хочу, чтобы оно было спасено. Вот, я как бы считаю, что политика, что политика, это управление общественными процессами, и в этом смысле политология, это наука об управлении, управлять общественными процессами только с помощью вот этих вот элементов матрицы невозможно. Тут весь вопрос в этой матрице. А изучать их можно. Опять же, это же диалог Германии из России строился на одном, чем объяснение отличается от понимания. Я по природе своей настроен предельно интернационалистически, я, так сказать, в этом смысле никогда не сойду с позиции предельного уважения ко всем народам. Кстати, тут сейчас что-то с украинским начинают делать. Нет, это тоже глубоко чуждо. Украинский народ, это народ близкий нам, и вместе с тем совершенно другой, и братский, и в сложных отношениях, и в семье бывают сложные отношения, и все что угодно. Но я могу сказать, что меня всегда потрясала фраза с господина Губермана, так сказать, ну Тютчев сказал, умом России не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать, в Россию можно только верить. Он имел в виду, подумал, умом не понять, вот этим не понять. А нужно понимать, Губерман ответил, давно пора таратата мать, умом Россию понимать. Ну, право человека пошутить, материться легко, а понимать разницу, например, у того же Дильтея, между пониманием и объяснением, всю философию жизни, которая построена на этой разнице, всю вот эту понимающую социологию, и то, что в принципе даже понять общественные процессы, можно только вот так. В противном случае будет то, что было написано Пушкиным. Музыку я разъял как труп. Но ты разъял ее как труп, ты и познал труп. Но жизнь, что ты не познал, оживая энергия, это та самая энергия страсти по смыслам, не познав которую, нельзя понять политические процессы. Политические процессы, общественные процессы не управляются алчностью и всем прочим. Они включают в себя алчность, греховность, низменность, корыстность, конфликты и все остальное. Но они к этому не сводятся, пока есть человек. И возникают великие исторические эпохи, в которые, так сказать, вдруг этот огонь зажигается и люди идут куда-то, не важно, как это называется. И тогда возникают готические соборы, переполненные людьми в Европе. И тогда возникают великие движения, великая жертвость и великое счастье. Эти эпохи Россия переживала, скоро будет, как сказать, 9 мая. И Луи Арагон по этому поводу, говоря о народе, говорил, «Но ты, Христос, ты все апостолы святые, и то, что значишь ты, в день Пасхи мы поймем». Это Луи Арагон, который верил и в коммунизм, и в христианство, и во все прочее. И вот эти великие эпохи, когда человек действительно становится человеком, они и есть остальное. Закончу стихами Рильте. «Мы только голос, кем воспета галь, где сердце всех вещей единый звон, его удар внутри нас разделен на ровный пульс. Безмерная печаль и радость сердца велики для нас, и мы от них бежим. И каждый час мы только голос. Но настанет миг, на сердце звон негаданно возник, и мы весь крик. И лишь тогда мы суть, судьба и лик». Я сознательно не цитирую здесь русских поэтов, я цитирую европейских поэтов, потому что речь идет о том, что говорит весь мир. И как-то у меня была встреча с американцами, на которой я вдруг стал по-английски читать стихи Уолта Уитмана и Эдгара По. Они с изумлением уткнулись и сказали, а мы уже не помним всего этого, мы не знаем. И дальше второй сказал, что вытворяют русские. Ну вот они вытворяют то, что могут. Я ни разу не сказал о кремлевском проекте, о пропаганде, о Путине, и даже, как мне кажется, никого здесь не оплевал с близкого расстояния. Я говорю о том, что действительно представляет для меня некий человеческий интерес. Мне кажется, что если он представляет для меня интерес и я делюсь с ним откровенно, то и для вас в этом должно быть что-то интересное. А если у вас есть любые самые жестко-прагматические вопросы, то я с радостью и без всякой обиды на них отвечу, потому что на то и встреча, чтобы отвечать, на то и волк, чтобы заяц не жрел. Пожалуйста. Спасибо. Поверните меня в практику или наоборот в Гуссерле. Пожалуйста. Кто? Кто говорит? Я студент юридического института и хотел бы задать возможно два вопроса. Да. Юридического, да? Да, да. С юридического факта. Первый вопрос следующий. Мне интересно ваше отношение к таким субъектам федераций, как национальные республики. Считаете ли вы, что они как-то могут угрожать общественности государства? Да, да. Понятно, да. Первый вопрос был, да. А второй вопрос. Насколько мне известно, вы часто подтверждаетесь критики со стороны такого интернет-ресурса, как Скутник и Багром. Собственно, мне интересно ваше отношение к твоему поводу. Хорошо. А я могу вам задать в ответ один вопрос как юристу, особенно если вы тут не один. Можно я вам что-то прочитаю? Я отвечу сейчас, отвечу твердо. Вот к вам как юристу. Скажите, пожалуйста, главное условие устранения от власти президента Украины в том, что ему выдвигается подозрение в совершении государственной измены или другого преступления. Конституция Украины не уточняет какого именно. Она прямо указывает, что к этому выводу и подозрению должны прийти не менее 226 депутатов Рады, всего там их 450, которые только и могут специальным обращением еще только поставить вопрос об импичменте. Никакого обращения или подозрения выдвинуто не было, ни устиного, ни письменного. Второе условие создания парламентской комиссии, в которую должен войти специально назначенный прокурор. Выводы и предложения рассматриваются на седании Рады. Ни комиссии, ни прокурора не было. Дальше существует некое правило. Я могу исказить латынь, но по-моему оно называется выслушать виновным. Януковичу устно или письменно должна была быть предоставлена возможность быть выслушанным и высказанным на своей точке зрения. Никто никогда ни в каком правовом государстве этого не отменяет. Этого вообще не интересовало. Покинул он страну, не покинул, это абсолютно не вопрос, мы понимаем как это произошло. И уж не мне героизировать Януковича, я даже выразить не могу, как я к нему отношусь. И это не то, что я не могу выразить своего восторга перед данным политическим ритмом. И в этом дело мы говорим о праве и о либералах. Дальше. 111 статья Конституции говорит о том, что при наличии оснований Верховной Рады не меньше чем двумя третями принимает решение об обвинении это 301 депутат. После того, при этом нужно заключение Верховного суда, которого не было и Конституционного которого не было. А окончательное решение об отторжении от власти она принимает 338 голосами депутатов Рады. На самом деле в Раде, когда она принимала это решение, присутствовало 313 человек, а проголосовало 283. Да? Можем ли мы вот или я никак не пойму, кем являются люди с правовым сознанием, которые этого слона не видят? Как его можно не увидеть и как можно не увидеть, что к началу событий, даже помимо всех этих Грушевского там убитых людей и всего, было элементарнейшим образом нарушено право так, что право на Украине рухнуло. Его просто не было. Его смели. Каждый человек 10 раз противостоящий Путину, тысячу раз либеральный и прозападный должен встать и сказать Рада, что вы сделали? А теперь я говорю, что Путин там еще хуже, не важно. Они должны признать, признать то, что сделано. Я выдвинул это последний раз на очередной телевизионной передаче. Очень крупный журналист и редактор ведущего нашего издания идет рядом со мной, я ему говорю, ну ты-то скажи, что ты думаешь? Я говорю, я думаю тоже, что ты. Я говорю, а почему же ты не говоришь об этом? Потому что сообщество. Понимаете? вот вы как юрист как вы считаете, право было растоплено или нет? Это факты или это пропаганда Кургиняна, желающего очернить украинскую политическую риту? Почему это не зафиксировано общественно в тех группах, которые поддерживают Украину? Пусть они ее поддерживают. И что вам отвечают? Мне просто интересно. То есть единственный вопрос, что гражданская война началась позже, чем должна была начаться. Когда они мне говорили, предположим, Римчуков, что это на самом деле революция, я говорю, ну так значит гражданская война. Вы можете назвать мне хоть одну революцию, после которой не было гражданской войны? А значит, поскольку это революция антирусская и так далее и тому подобное, то в любом случае на разрушенном праве надо было что-то делать. Хорошо это было, нехорошо, но мы можем хотя бы создать интеллигентный контекст. Возможно уважение к мысли, которые, предположим, чужда и к носителю этой мысли. Они все прекрасно понимают, что я никак не являюсь человеком необразованным, не умеющим формулировать что-то, не обладающим компетенцией. Они начинают материться. Ну, хорошо, ничего больше. Ладно, но я, может быть, вызываю особое раздражение эмоциональностью тона или чем-то еще, и у них такое ощущение, что они все покрыты пеной моих безумств. Ладно, это касается меня лично. Но Валерий Дмитриевич Жорький, такой тихий, спокойный человек, юрист до мозга костей, и такой, ну, ангелоподобный, он никогда не повышает голос, он все время говорит, лучше его конституционное право не знает никто в мире. Зорький, Зорький блестяще знает конституционное право. Он может иметь позицию, не иметь, я знаю, как он знает право. он отличный юрист, он перечисляет некие аргументы, что происходит в ответ на это, да, ну, мат. Давайте попробуем сделать из этого политологический вывод. Политологический. Политологический вывод заключается в том, что либеральные группы, так же, как и их оппоненты, разорвали консенсус просвещенной части общества. Им на нее наплебать, потому что они понимают, что этой просвещенной части либо нет вообще, либо ее значение равно нулю. Материться можно. Не в смысле материть, матерились все. Про некоторых представителей, так сказать, интеллигенции говорили, она разговаривает матом. Не в этом дело. Дело заключается в том, что все говорится на выпиющем, неинтеллектуальном языке. Почему? Понятно, что просвещенная часть общества этого не примет. Значит, с ней разорвали. Все понимают, что цена ей копейка базарный день. Так вот, я говорю, сколько бы это не понимали все, я с этим никогда не соглашусь. И я не понимаю, как с этим могут согласиться сидящие в этом зале. Потому что это вопрос ключевой политики и судьбы России. Нельзя с этим согласиться. А это очень просто сказать, мы не согласны. Нужно действовать определенным способом. И именно поэтому я создал движение в суть времени. Именно поэтому я веду себя определенным образом общественно-политически. Потому что я не соглашусь с тем, что, так сказать, русская интеллигенция и просвещенные группы перестанут функционировать. я с этим не соглашусь. Во-первых, я знаю, что будет, когда они перестанут функционировать. Это будет ужас. Во-вторых, я считаю, что никуда мы из этого тупика не выйдем. В-третьих, я считаю, что наступило время интеллектуальных войн, которые можно только проиграть без этого. И так далее, и тому подобное. Теперь я перехожу к вашим вопросам. Первый, который говорит о спутниках погрома. Спутника погрома. Ну, а второй, вот вы... А, национальные республики. Да. Конечно, национальные республики всегда опасны, потому что они национальны и все прочее. Но есть, есть гениальная русская симфония как принцип по организации государства. И есть тысячелетия, за которые этот принцип выстрадал. И когда было сказано, Бисмарком, государство строится железом и кровью, что было отвечено? А мы попробуем любовью. Вот не может Россия, оставаясь собой, не может она, оставаясь собой, разорвать принцип симфонии, с помощью которого она себя строила. Это не вопрос империи. Империя может называть все, что угодно. Рима была империя, так сказать, у Карфагена была империя, империй было много. Так вот, империй дофига. А симфонии мало. Так вот, все, что сейчас происходит, русские не могут отказаться от симфонии, не уничтожив себя. Это все чувствуют. И никаких симметричных ответов на украинский вызов не будет. Есть две глупости. Одна глупость не отвечать, а другая отвечать симметрично. Будут асимметричные ответы. Ждите. Они будут. Но смысл заключается в том, что они никогда не будут симметричными. Значит, если они, что именно произошло с Кемцовым, могу рассказать, если это интересно, у меня есть своя точка зрения, могу поделиться версией. Нет проблем. Я только хочу сказать, что что бы не произошло с Кемцовым, ни МВД, ни ФСБ, ни кто еще, не создавал сайтов, на которых называли врагов народа и предлагали их уничтожать. Да? И никогда ничто не носило такого характера преследования и террора, как это сейчас относится на Украине. Не будет этого в России. Не будет запретов даже самых неудобных партий. Не будет. Не потому, что добрые. Не потому, что добрые. А потому, что очень хорошо понимают, что такое крест государственности. И как волочь на себе эту империю тысячелетиями. И что делать, когда ее не волочешь на себе. И что волочь ее можно только симфонически. Прошу прощения за эту странность. Волочь и симфония. Но вот как-то с одной стороны это адский труд, а с другой стороны это симфония. Между прочим, это касается и Великой Отечественной войны. Каждый из вас, кто посмотрит внимательно хронику, и это хорошо бы сделать перед победой все-таки 70 лет, да? Увидят, в чем тайна, настоящая, документальная тайна этой победы. Она в том, что эта армия по преимуществу крестьянская, снабженная оружием современности. Это крестьянская армия, которая может взять эту книжку и поболочь ее вот так вот на себе. по болотам. Это крестьянский способ воевать и все остальное. Между прочим, этого уже нет. Мы понимаем, это Россия в прошлом. Но я хочу здесь сказать, что как бы вот волочь на себе и симфония это влезти. Тончайшие вещи, тончайшие отношения. Праза Сталина Гитлера приходит и уходит немецкий народ остается противоречила фразе Черчилля, который просто предлагал расчленить Германию на 20 частей и стереть немецкий народ с лица от земли. Это англо-саксонский принцип. Огонь с неба. Да? И бомбардировки Дрездена. Поэтому мы действуем так, как нас научили тысячелетия. Мы развиваем эти способы. Мы понимаем, зачем 21 века. И все равно мы идем туда. А спутник и погром говорит просто, что надо стать обычной буржуазной нацией классического типа. Поскольку ясно, что если стать классической нацией буржуазной этого типа, что ни татары, ни башкиры, ни прочих не канают, как они в нацию попадут. Они не хотят. То надо кого-то зачистить, а все остальное отрезать. А поскольку отрезать надо будет отсюда и до обеда. Так вот, то начать-то легко там с Чечни, а где это все кончится неизвестно. Поэтому спутник и погром это навязывание русским и русской молодежи прежде всего. Для начала простейшего соблазна. Соблазна симметричного ответа и превращения в такую же буржуазную нацию, как и все. Это соблазн, скажем так, я не, опять здесь, я говорю безоценочно, соблазн сионизации русских. Превращение России в Израиль. А все дело как раз заключается в том, что сионизм это заявление о том, что греческий народ превратится в буржуазную греческую нацию. Вот он превратился. Много получил. Но это на компактной территории и соответствующей международной поддержкой. Русские не сумеют превратиться. Они погибнут раньше, чем превратятся. И такой возможности просто не существует. Не говоря о том, что так убить свою государственную душу можно только убив. Все. Есть другие принципы, другие подходы. и поэтому принцип русской симфонии и национальной республики как его часть очень важны. Противоречит ли это, например, фразе тостом Сталина за русский народ, который Сталин произносил начиная с 30-х годов. Кто-нибудь вам скажет, что первый раз в 45-м, это неправда. Первый раз это было в 33-м, по-моему, или 34-м. Вопрос в том, что вот русский народ, это солнце, вокруг которого как планеты вращаются все остальные народы, государства, державы, империи, цивилизации. Ликвидировать планетарную систему оставить солнце глупость, не понять, что есть солнце, такая же глупость. Это есть формула русского гимна «Союз нерушимой республик свободных схлопила на век и великая Россия». Это есть высший держава образующий принцип. Когда они расчленяют его на крик о том, что либо все должны быть равны, а равными в чем-то можно быть. Равными можно быть в симфонии, равными можно быть в планетарной системе. В противном случае, что такое равенство вообще непонятно. Это, как говорил Антуан де Сент-Экзапери, это равенство камней, разбросанных по полю. Это не равенство собора. Значит, оно тоже невозможно. Теперь вторая часть намного более омерзительна, чем первая. В своей статье «День отмщения» Просвирнин говорит, что 22 июня 1941 года было днем общения, когда русские, вошедшие в СС, вместе с самим СС стали мстить красный словочек. Это формула Великой Отечественной войны. Принятие этой формулы в условиях, оно, во-первых, бесконечно отвратительное, а во-вторых, принятие этой формулы по отношению к народу, для которого единственным консенсусным праздником является 9 мая, это просто уничтожение народа. И в-третьих, если принять что-то подобное и признать 70 с лишним лет советской истории вот такой черной дырой, красной словочи и всего остального, то это означает только одно. Во-первых, непонятно, кто из здесь сидящих не сопричастен к этой дыре, потому что все родились от отцов, от матерей, а те от дедушек и бабушек. Значит, все в грехе, кроме иммигрантов. Это первое. И второе, если этот грех так силен, то страну надо прекратить, ввести оппозиционные войска и учить ее исправлению греха на протяжении примерно 300 лет. Четыре срока. Потому что в противном случае надо понимать, чем обернулась для немецкого народа денацификация. Нацизм был чудовищем. Денацификация была столь же чудовищем. И она была изобретена не как средство спасения немецкого народа, а как средство уничтожения. Нацизм длился 12 лет. Мужик, которому было лет 20, и он помнил донацистскую систему, он приходил с войны в 32 и был молодым человеком, который еще мог работать. Все равно немецкий народ в этом погиб. Теперь, если это 70 с лишним, все, русского народа нет. Поэтому я считаю, что Просвирнин это такой киллер или такая цианистый калий для русских, завернутый в оболочку ура-ура, мы русские, мы нация, мы новые, мы буржуазные и все прочее. В этом смысле ничего омерзительнее Просвирнина я просто не вижу. И для меня это и есть ключевой вопрос. А вы еще... Я ответил на оба ваших вопроса. К сожалению, слишком длинно. Простите. Прошу, буду сокращать ответы. Да. Давайте, конечно, прошу, очень интересную технику, что вы нарисовали технологические возможности или человеческие, антропологические готовности. Это технологические, а это антропологические. Человеческие. нет. Раскрепощение было осуществлено. Я могу твердо сказать, что реально осуществила советская власть. То есть за 10 лет все-таки... Она раскрепостила, она не пробудила высшие способности. Она раскрепостила, она решила задачу социализма нормативного, она не решила задачу коммунизма. Она не раскрыла глубинные творческие способности. То есть все эти константы? Нет, нет. Улучшение произошло. Произошло, улучшение, произошел всплеск человеческого качества. поколение вот это... Но 20-х годов рождения. 21-20 год рождения там удалось добиться реального повышения качества. Но вы должны знать, что из мальчишек 21-22 года ушедших на фронт назад вернулось 3%. Один на класс. Вот это поколение реально по замерам, которые осуществляли Курт Левин, если вы знаете такой крупный психолог, Сабина Шпильрейн и многие другие. Перед началом войны вот это поколение 17-летних антропологически сдвинулось. То есть всплеск и назад? В всплеск и назад. Поколение было выбито. В 60-е это все... Ну вот так это было. Была депрессия гражданской войны, естественно. Потом начался этот подъем. В 60-е годы была плата и колебания вот такие вот. Потом пошел спад. То есть сейчас мы на стадии? Да. Мы не просто на стадии. Мы сложились с тем, я вам снова говорю, русский единственный живой народ интеллектуально Европой. Но это не значит, что нет. я сижу, прихожу, не буду с вами не считая нужным все университеты, Томск, университетский город, я не буду этим заниматься. Но я прихожу в менее университетский город, где сидит молодежь, заинтересованная сложным. Я просто говорить не умею, понимаете? И не хочу. Значит, я командовал какими-то вещами, но это были не лучшие дни в моей жизни. И совсем не лучшим образом я это делал. Наверное. Хотя, что-то удавалось. Я был советником в горячих точках. Так вот, так вот, значит, сидит аудитория, которая хочет сложности, которая слушает сложное, которая даже что-нибудь там делает. Дальше я говорю. Сейчас я провожу простейший текст. Я читаю створение великого русского поэта и задаю один вопрос. Створение звучит так, оно школьное. А вслед за ним как буря-шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум, исчез оплаканный свободой, оставив миру свой венец. Шуми, волнуйся непогодой, он был о море твой певец, твой облик был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты глубок, могуч и мрачен, как ты ничем не укротил. Это стихотворение к морю, прощай, свободная стихия Пушкина. Дальше я спрашиваю аудиторию, замечательных людей, страшно рвущихся к мысли. Я говорю, кто этот другой день исчез оплаканный из свободы и оставил в миру свой венец? Кого имел в виду Александр Сергеевич Пушкин? Из старых поднимается для ответа одна. Байрона знает один. Это не система людей, которые идут на шахту работать. Это совсем другие люди. И надо понимать, что это своеобразная культурная катастрофа, в частности отчуждение от своей культуры. Вопрос заключается в том, можно ли отчуждаясь от культуры, что-то делать. Теперь я могу здесь сказать, что это происходит гораздо более интенсивно и гораздо более массово, чем это может показаться. Когда я собрал коммуну, а я собрал коммуну и, так сказать, уже полтора года руковожу ее работы в Костромской области, у меня там и дочь, и внучка, и все, я, так сказать, отдал им лист, начиная с Гомера и Гесиода и кончая Кавка и, там, не знаю, Джойси. И попросил поставить галочку, что читали. Они до сих пор называют это лист нашего позора. Вот, через полтора года они прочитали 50%, я думаю, что они прочитают и 100%, но этот лист позора существует, понимаете? Существует достаточно глубокое отчуждение от собственной культуры. Гораздо более глубокое, чем было при советской власти. От собственной культуры возникает вопрос, а что сопричастность к русской культуре не является индексом русскости? А что мы тогда считаем индексом? То же самое в социуме. Есть социальная катастрофа, есть метафизическая. Все понимают, что есть так называемая философская интоксикация, да? Это проблема, которая возникает в момент головного созревания у каждого человека, у каждого здесь сидящего и так далее. Это проблема вызова смерти, она по-разному решается. В момент пубертата, да, когда, так сказать, этот вопрос о смерти встает во весь рост. Раньше он не встает. Значит, дальше что происходит? Вот ровно в этот момент нацию и каждого в отдельности лишили всех институтов, которые могли правильно позиционировать человека для адекватного решения этой проблемы. Можно любить или не любить Советский Союз, но как там, пламя души своей, знамя страны своей, и мы пронесем, помните, как дальше? Через миры и века. Через миры и века. Когда этот масштаб исторического, так сказать, заявки существует, и когда эти страсти все пронизано, когда есть здоровый коллектив, здоровое ощущение завтрашнего дня и так далее, философская инфоксикация проходит нормально. Если этого нет, она превращается в гиперинфоксикации. И продуктом этой гиперинфоксикации является алкоголь, наркотики, суицид, экстрим, горячий, все, криминалка. Мы потеряли, здесь не сидит, миллионы людей, которые должны были вершить сейчас историю, потому что эти люди находятся на кладбище, в сумасшедшем доме или в наркодиспансерах. это не преступление перед нацией. И кто мне хочет, мне хотят сказать, что интеллектуалы, которые это все поощряли, этого не понимали? Можно по-разному на это отвечать. Ну давайте эти вопросы хоть поставим перед собой. Да. Два вопроса. Все же, подожди, тема, разрыва концепция в посвященной части. Один вызов со стороны высококнационального сообщества, который развивает идеи приравнивала и насызма, исталинизма через практики мемориальной культуры, последующий, такой вызов связан с текстом дилетантского сообщества, которое занимается дилетантским анализом Конституции, воплощает и ворачивает ее. Какова реакция нашего высокопосадного сообщества на эти два вызова? И первый вопрос концептуальный связан с тем, что вы мне сказали, что прибыли коммунизму возможно не следует через поддержку консервативного капитализма в его противоречивость с лучшим капитализмом. Как вы думаете, не капитал? Хорошо, я отвечу, я просто завершаю вам ответ, я хочу сказать, в постсоветский период произошел управляемый регресс, в результате которого мы вообще должны были получить не человека, а Маугли. чудом мы почему-то получаем людей. Спасибо бабушкам, родителям, которые еще чем-то занимались, спасибо отдельным учителям и кому угодно еще, и спасибо русской усадчатости, которую, это сказать, англосаксонские технологии не выбили, да, понимаете, да, это как бы, они таким способом, если бы воздействовали на свою культуру, или на представителей каких-то европейских народов, там бы уже все рычали и ползали, а здесь сидят и слушают двухчасовые лекции, понимаете, мы не можем сказать, что они спобедили, но мы не можем понять, что они не делали, и если мой пример там с какими-то вопросами кому-то не убеждает, то я могу привести другой пример, я прихожу в Абгик, там сидит, так сказать, ну, весь синклид, который преподает в институте кинематографии, они говорят, встает один из и крупнейший режиссер наш с действительными достижениями, и говорит, вы понимаете, вы понимаете, что мы уже не можем спрашивать на экзамене, как зовут трех сестер, это был главный вопрос, мы его не задаем, потому что мы знаем, что ответа не будет, будет сто процентов двое, на первом курсе мы проводим ликбез по восьмому, девятому, десятому классу, скажите, может быть, постсоветская кинематография имеет эту миссию в мире, а за что, а что вы говорили в восемьдесят восьмом году, когда я защищал коммунизм, понятно, проблема есть, но есть она, понимаете, и мы должны отвечать на этот вызов, теперь на ваши, вот вы мне говорите, значит, насчет мутирующего капитализма, что такое реальный капитализм, это гражданское общество, что такое потребительское общество, это тот же капитализм, гетеринская теория гражданского общества и теория консюма, это один капитализм, а постмодернистские фокусы, и вообще, понимаете, я не специалист по теории закона, и не хочу ими заниматься, давайте я просто назову цифр, в 1890 году германское общество было абсолютно классическо-семейным, с большими статьями и сроками за бисексуальные патологии, да, и с абсолютным отвращением мейнстрима общественного от чего-нибудь такого, это были изгои, в 1924 году германское общество было уже обратным, что произошло за 30 лет, это большая культурная волна, это новые нарати, что это, или это искусственный процесс, у меня нет ответа, я просто называю сроки, это все опросы, в 1950 году, американцы, там была война, Вейбор, так далее, синдром поражения, у американцев не было никакого поражения, в 1950 году американская семья еще была более классична, чем немецкая в 1890, в 1950, она была сломана к черту, полная, я спрашиваю, ну осталось, конечно, что-то, иначе бы все равно не было, но слом мейнстрима произошел радикально, я спрашиваю специалистов, это можно назвать большим нарративом, это за 20 лет можно нарратив изменить, или все-таки есть субъект, который это осуществляет, вопрос есть, так что, это посмодернистское общество надо называть тоже капиталистическим, и гражданство обществу приравнять к консюму, а консюм к мобернизму, конечно, это цепь мутации, конечно, это цепь мутации, и в этом смысле, с момента, когда рухнул коммунизм, в 1991, или в конце 80-х, начать, в 1991 году, когда он рухнул полностью, что произошло? на первый клан вышел конфликт между капиталистической классикой и тем, что я называю мутокапитализмом, а как бы постмодернисты говорят о шизе-капитализме, да? Ватаре, Давидаре, и другие, а мы говорим о мутокапитализме, да, вот это конфликт, вот он идет во всем мире, а что такое, так сказать, нынешняя война партии, как не кулом консенсусом проекта модернити, когда воюют между собой журналы, что было запрещено, Монте-экспресс во Франции, идет смертельная война, когда воюют, когда Авата и Викут смотрят друг на друга, чуть ли не упрались оптического прицела, когда, так сказать, демократическая партия, скульптянская партия США воюют так же, это кризис в рамках консенсуса, а что было консенсусом? Модернити, значит, модернити кончено, а что такое буржуазное общество? Это модернити. Значит, что мы имеем? Дальше, эти полпроцента акций такого-то фонда и такой-то паблик, полтора процента акций и такой-то паблик, это что, классический капитализм? Это контрольный пакет? Его тоже нет, все распылено, находится в иноидном руках. А семья где? А что такое без передачи в семье этого, так сказать, этой миссии капиталистической? Что там происходит? И, наконец, все-таки, я не хочу аксолютизировать Вебера, но он очень крупный исследователь, безумно талантливый, да? Ну, он же сказал там, развитие капитализма и протестантская этика. Ну, и где эта этика? В гей-сообществе? Где она? В гей-парадах в Иерусалиме? Там, наверное, есть этика Содома и Гамора, да? Я у меня нет, я никого не призываю выбивать камнями или что-нибудь еще делать. Я просто называю проблемой. Значит, это есть? Это есть. Пожалуйста, да, да, Калина. Пожалуйста, очень много задавала вопрос. Пожалуйста. Последний колькологический и социологический конгресс тоже инститивили, опять, интересной такой теме, как вырученскоро инститивенция. Причем, на социологическом конгрессе было обозначено на примере Слантия, которому вырученскоро реализованы, на вас всегда существует ли политическая конгресс интеллигенция в России, если да, то какова? И как это присутствует вашим моментом? Я считаю, что она решающая. И в смысле интеллигенции, интеллигенция в России всегда создавала один продукт, целостность. Интеллигенция в России никогда не была у кавниитариата. Понимаете? она всегда рассматривала себя плюсом и минусом как сокровие квазерное и жреческое. Она где, кроме России, можно было сказать, что театр это кафедра? Ну где эпоха Щепкина, еще до Станиславского театр это кафедра? Скажите во Франции Кухлену, что театр это кафедра. Но они засмеются вам, почему? Здесь вся интеллигенция повторяла только это. Значит, интеллигенция создает вот этот холизм и вот это ощущение собирания единства интеллектуальной культуры и, конечно, она постоянно возглавляет национально-освободительное движение. Что? В России это есть. Да, в России это есть. Но, к сожалению, нам приходится говорить о зачатках новой интеллигенции. У меня у вас здесь одна просьба. Если вы осознаете масштаб проблем, вы создайте там не одну, а пять времени. Сразу управляю, но только чтобы, понимаете, чтобы не было главного. Ну вот, ну, каждый, кто видит, как я говорю, понимает, что я заинтересован, что это бывает. Это невозможно мне. Я могу вас шваться, как я не черплю, меня шваться, но я заинтересован. И каждый, кто видит людей суть и времени, понимает, что они абсолютно бескорыстны, что там нет никаких денег. Все эти сказки про пленёвские проекты и так далее. Это полный бред. Полный, отвратительный бред, который, конечно, является извращённым психоаналитическим правительством. В чистом виде. Потому что признать, что есть группа молодёжи, которая бесколесно работает 4 года и пашет по 3 часов в неделю, вот так, это значит, плюнуть себе в лицо. Значит, лучше не признать. И даже, когда видишь, лучше не признать, потому что меньше всего хочется плюнуть себе в лицо. но без создания новой молодёжи в единстве интеллектуальной и политической культуры. Мы проиграем в России. Мы снова создали перестроечного хаота. Этот перестроечный хаот, разговаривающий на прегейском языке, с помощью каких-то непонятных заклинаний, умноженных компьютерными мемами, снова подымет подворотник, подворотник сметёт всё и дальше погибли вместе с оставшись в нас. Поэтому задача сейчас заключается в том, чтобы эту миссию осознать, чтобы действительно ощутить себя. Как говорят, интеллигенция в результате произошедшего и потери всех надежд, которые были в перестройку, ощущает себя как осень Иааа, который смотрит в воду и говорит душераздирающее зрелище. Вот этот взгляд на себя и ощущение что случилось, откуда этот колоссальный интеллектуальный пессимизм. Я же не призываю, чтобы все побежали в суть времени. Посмотрите, несколько структур, расы, ассоциации интеллектуальных клубов в Томске и так далее. Или вы хотите, чтобы понятно, кто ещё рулил здесь процессами, понимаете, что произойдёт в их острые пасси, которая не минует. У меня никак никакого желания говорить, что всё у нас зашибись, мы со всем справились, мы ни с чем не справились. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо за возможность задать вопрос, я стою в теоретическом институте, и вот самая книга ваша называется «Россия власти полиции». Я и взял мне там в библиотеке и с интересом изучаю. Хотел бы вопрос орублировать цитаты. Небольшая. Согласно сзади Ракетовым, ссылайтесь на статью в общем на вопрос философии, целью милицейских реформ является постиндустриальное общество. Ну, наконец-то, наконец-то сразу что-то серьёзное, скрыто стратегия. Наконец-то нам объяснили, что нижний рынок и демократия добиваются генетического изменения, ибо постиндустриальное общество несоввестимо с русским культурным ядром. Я внутренне целью фразы не усложна как второй ваших соглашаюсь. Но мне хотелось бы, чтобы вы дали вот здесь определённое толкование или разъяснение вообще, что подразумевает в этой фразе, почему постиндустриальное общество с нашим менталитетом, с нашим культурным ядром совсем сочетается. И почему мы, наверное, те... Пожалуйста, я отвечу. Есть следствие. Постиндустриальное общество не может одновременно с этим не быть постмодернистом. Иначе оно должно стать сверхиндустриальным. В будущем России как раз есть сверхмодерность, сверхиндустриальность, но общество не может быть постиндустриальным и не быть постмодернистским, потому что для постиндустриальных технологий нужен постмодернистский человек. Постиндустриализм по Топлеру не мыслим при наличии целостного традиционного устойчивого человека он просто не может сочетаться с этим принципом существования для а русский человек хочет быть целостным и он не хочет так сказать чтобы наоборот как пелось в одной песне он не хочет диссоциировать себя под этот стереотип кроме того сам я же здесь говорю не от себя даже я цитирую ракитова ракита что говорит он говорит что нужно сменить социокультурные коды находящиеся в ядре социокультурные коды находящиеся в ядре интеллигенция в той эпохе слушала это и ее я не скажу руками тянуло смотану ее устанете вы листому чтобы ответить вы понимаете что сказано или нет что такое сменить социокультурные коды в ядре может я в ядре ваших клеток тоже изменю сейчас друг генетические коды а это же такие же коды вы компьютерщики вы понимаете что значит стереть и сменить коды в программе вы понимаете о чем он говорит а это можно сделать оставив русский язык а это можно оставить это один из кодов а это можно оставить христианской культур это второй из кодов и таких кодов много он уже говорит чудовищные вещи а дальше возникает вещь которую я просто знаю я знаю кто такой раки к сожалению произошло так или не знаю так распорядилась судьба что я не вступал в партию не хотел вступать у меня были к этому свои основания когда все из нее побежали я вступил и меня очень быстро по волоку на век и я действительно там потом публиковали особые папки кургинян и так далее это понятно что это так называемая высшая политическая разведка партии я просто знаю кто такой ракитов ракитов человек который озвучивает мнение одного почтенного представителя кгб ссср и дальше для меня то главный вопрос был в этом кроме того здесь я написал об этих кодов а в 2007 году ракитов написал что не надо менять коды так и не надо проходить через катастрофы с тем чтобы построить великую пост индустриального россию россию надо расчленить а критерия успеха нужно расценивать 1 чистоту сортира . я говорю я вхожу когда то ли я запах у меня вострел я вот чувствую этот русский запах дерьма сортира вот а в настоящих настоящих продвинутых местах запаха этого нет это голландия и так далее вот вы должны расчленить страну на двадцать-тридцать частей я тебя делаю я у них в следующем в следующих книгах вот уже например в этом странстве я процитировал это точно а высокая я процитировал это точно дословно и вот я должен сделать надо расчленить еще на 20 частей и тогда в каждой части чистый сортир почему а может не будет и вообще когда вместо постиндустриального и всего прочего уже сортиризация всей страны подразумевается главной целью но это как-то все-таки не то и опять говорю жив курилка опять это озвучивается я в данном случае просто знаю что говорю я не могу предоставить доказательств поверьте мне мне незачем на кого-то клеветать чем-то тут заниматься я просто знаю для меня это индекс мы говорим x подразумеваем игру это коннотат и динатат политическим коннотатом для динатата под названием ракетов является некий субъект процесса который так сказать мучает этот процесс уже лет вот так у нас работа остается минут 30 по максимуму если можно мы будем перейдем каким-то более компактным ответом нет главное должен перейти компактным ответом это не люди виноваты а я вы вы мне говорите там минута видите все пожалуйста да 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 вы становитесь президентом россии ваши действия я объявляю референдум по ключевым вопросам на сказать стратегии русский народ должен ответить на вопрос а об обуществе обустройстве общества мы продолжаем строить капитализм каком капитализм классический и не классический эти вопросы можно просто сформулировать никто и ни один президент не должен обеспечивать русский поворот без референдума мы должны услышать свой народ да и действовать на основе этого права это первое второе никто сейчас никто сейчас не будет заниматься кроме сумасшедших возвращением назад в какой-нибудь 70-80 это невозможно это можно сделать только если будет катастроф по ту сторону можно сделать все хоть по этой комнате но если нет катастроф только сумасшедших это может сделать у нас даже расстрельщиков под эту модель нет понимаете не говоря о том что все отвратительно и кончайте ничем знать все что мы должны сделать мы должны национализировать все что приносит экспорт а это прежде всего нет газ и все прочее эсноцентрация должна произойти немедленно и должно быть выражено более на эти деньги должны быть сформированы государственные гидро в виде образования здравоохранения и так далее никто никогда не говорит что все должны жить при коммунизме но педагоги и врачи всегда должны жить при коммунизме или вы нам скажите прямо что сказать образование здравоохранения сферу услуг но тогда давайте договаривать до конца если образование здравоохранения и так далее сферу услуг то как далеко продлевается сферу услуг милиция это тоже сферу услуг а если это сферу услуг то выдайте мне долю из бюджета я буду покупать услуги у кого захочу они впариваются мне для этого непонятной организации фонд если сферу услуг но мы же понимаем что педагоги что образование и это сказать знакомение это сфера национальной безопасности и сферы услуг так же как армия в против случае дайте мне долю я заплачу частную учебу это же бред этот принцип сам услуг не понимаю куда идет а самая главная мутация спрашивает амутация заключается в том что с одной стороны все находится в сфере услуг это тезис а тезис б а мы будем впаривать в этом эту услугу через нашей организации а попробуйте ее не принять от нас но это же уже а не сферу услуг да это статьи уголовного кодекса по отношению к сфере услуг значит надо сказать это что общественно необходимые большие программы но тогда не сфера услуг тогда понятно единство образования единство культуры и так далее но тогда на эти вопросы тоже надо получить ответ значит государственное ядро образование наука здравоохранения и так далее должно быть создано за это за счет этого экспортного потенциала а рыночная периферия частного и прочего должна быть наоборот освобождена не должно быть одинаково в ядре системы которые должны быть сделаны государства и на периферии нам также не нужно сейчас эти частные как бы сырьевые компании как нам не нужно государственный варёк продажи шашлыку нам и то и другое не нужно одинаково значит мы должны создать часто рыночную периферию будьте добры все свободны частную школу куда угодно полная демократия и вы создаем государственное ядро со своими привилегиями со всем кроме того мы должны создать еще один уклад продвинутый постиндустриальный и этот уклад конечно связан с чем-то вроде вроде того что в израиле называют кемоца то есть это уже добровольные интеллектуальные прочие общины которые двигают вперед этот уклад что в этом плохого значит смысл заключается в том что мы можем на этом этапе создать новую укладную систему с государственным ведру частной периферии и адванс продвинутыми группами вот это и есть то что может сделать россия с точки зрения устройства пусть народа пусть мы увидим что большая часть народа хочет так они каждые 10 лет сегодня избрали одного президента потом другого и наконец я вас должен огорчить или наоборот обрадовать я не воспринимаю эту возможность как что-либо есть две вещи которые я воспринимаю для себя приемлемыми я не хочу президент должен избираться а я не хочу в ответ на вопрос почему не хочу отвечу из-за никто почему верблюд не ест селёд не хочет и не ест в этом смысле вопрос один если страна не гибнет и все прочее я знаю что я делаю тысячи людей из сути времени молодая бескорыстная интеллектуально не скажу продвинутая но очень заинтересованная так тянущаяся к этому молодежь сказала что я ее лидер я выведу ее в политику ее я выведу мне самому в этом деле ничего не уверяю вас если я хотел быть депутатом председателем комитета или министром я бы давно и сам но я этого не хочу как тот верблюсь а если стране происходят катастрофические процессы я буду преодолевать эти катастрофические процессы по принципу так сказать кто не спрятался я не виноват срыв катастрофу это и другие вопросы об общественной жизни дети хотят проделать историю можно только помочь им ее делать отговаривать дело бессмысленно не поручено это молодежью что-то делать вот я и буду делать я вот так доволен мне больше ничего не надо а сидеть в государственной думе руководить там каким-то комитетом это значит захотеть повеситься через 10 дней это же конкретный вопрос это конкретная деятельность это повеситься поэтому у меня есть довольно собственно так сказать такая необычная диаграмма интересов а в рамках этой диаграммы интересов я например считаю что движение суть времени наиболее политизированное должно идти в самые погибшие части вот область в те места где в наибольшей степени все русло как говорил навалом Андреева где гляди не гляди но не выглядишь выгодно и вот туда должны идти как на свою войну политическую там побеждать там исправлять ситуацию а завтра посмотрим а сажать сейчас молодых бескорыстных людей в законодательные собрания чтобы они смотрели за взрослыми играми приходили в ужас или в тоску от того что они в них участвуют или не участвуют да это совсем не то что нужно людям поэтому у меня сейчас вот так занята жизнь в ближайшие годы я только не уверен что удастся сохранить даже ту минимальную и несовершенную стабильность которую мы есть и для сохранения которой я делаю все что мы все да пожалуйста да кто девушка извините да я отвечу я в этом отвечу в Индии там приезжал премьер-министр на некоторое мероприятие в котором мы участвовали она была международная и я там говорю вот тоже что говорю здесь это был предыдущий премьер-министр и там была журналистка ведущей индийской газеты да их узнаешь по уровню их внутренней ну элитности поверьте Индия это очень элитная страна но только потому существует что элитно касты не отменены и так далее по типу саре и манере держаться и все прочее на безупречном английском языке что у индийцев бывает не так часто не комка вот все это очень трудно понять язык она подошла ко мне сказал скажи мне сказали что вы будете восстанавливать советский союз это правда скажите вы мне сказали что мне сказали другие вот сейчас с кем я говорю что вы будете восстанавливать советский союз это правда я бы да я мечтаю об этом а что нет но вы мечтаете или вы будете предпринимать действия предпринимаю и буду а почему у меня об этом спрашиваете а я потому что я не хочу жить не имея надежды на то что он будет восстановлен она не коммунистка ей было максимум 22 года она принадлежит высшим кастом индийского общества поэтому говорить о том что именно хочет и не хочет мир мир в ужасе смотрит на россию а рассказывать вам о том как на нее смотрят китайцы которые говорят вы люди без лица вы вели коммунизм а потом повернули или гдр-овские немцы из наиболее сильных коммунистических партий которые говорят так как у нас предали так от нас русские кинули нас никто не кидал в жизни да вот я вам не буду при этом одновременно с этим говорится следующее ко мне подходят представители левых сил из партии европы и говорят скажите пожалуйста нам нужно три недели чтобы взять власть вот мы ее берем и никому не отдаем никаких проблем нет поднять народ что мы дальше должны делать расскажите нам что вы дальше должны делать или болгары говорят мы не проводили приватизацию до 98 года рассчитывая на русских до 97 мы до 97 года не проводили приватизацию рассчитывая что русские вернуться мы верили плакали по ночам и все что угодно вы не вернулись что мы должны делать болгария должна создавать коммунизм во всем мире она значит он будет раздавлено в течение 20 дней и на этом все кончится вопрос здесь заключается в том что конечно да нелегкая эта работа из болота тащить бегемота который лезет в болото то есть современное человечество это правда но во первых есть ситуация будет ухудшаться ситуация будет меняться и во вторых она неоднородно оно разное и нужно найти такие пути чтобы с минимальным насилием вытащить его туда где она спасется и наконец последнее очень скоро в течение двух трех десятилетий для вас это просто совсем окажется что если раскрепощение пробуждения высших творческих способностей в каждом не есть цель то примерно две трети человечества вообще не нужны у них нет никакого оба права на жизнь в пределах существующей технологической схемы вам не обид не расскажете с помощью каких технологий это будет приводиться к данному знаменателю и может ли тут востребовано что-нибудь кроме фашизма с его обозначением главной идеи которая в этом случае станет руководящей идеей чудовищного мира идея многоэтажного человечества в котором этажи вообще никак не пересекаются и в котором высший этаж имеет право с нижними обращаться как с курами ликвидировать как животовод с курами ликвидировать поговорим по причине неэффективности экономической если люди человек способен к восхождению если раскрепощение пробуждения высших творческих способностей возможно тогда все люди имеют право на это и это христианский мир по большому счету каким бы он ни был буддистским там исламским или другим или светским он все равно христианский по сути если же это его права у людей нет и они не пользуются то те высшие силы которые в том или ином виде существуют для кого-то называют история для кого-то богом найдут как решить проблему этого человека она не обязана существовать если она не хочет выполнять свое предназначение и отвечать на вызов она не существует само для себя чтобы сидеть писать так и исправлять нужду на всяко оставшуюся белой гостю смел загаживая ее обучать найдутся механизмы решения проблемы не говоря о том что китай ведет себя как абсолютно суверенное государство национально а это означает что рано или поздно разборка между ним и америка все равно состоится англосаксы власть не отдает как говорил в зеноми в своей не лучшей книге homo советicus написание потом забыл секретарь обхома в бункере не удушится он скорее всех удушит вот здесь я могу англосакс в бункере не удушится он скорее всех удушит англосаксы власть не отдают если объективная ситуация меняется так что англосакс должен отдать власть то англосакс меняет объективную ситуацию вообще задите когда вы если вам что-то интересно делать это в более развернутом виде пожалуйста вы да и и вот так так вот и здесь я уже да все пожалуйста все самые современные сегодняшние а ну асс журналистики в закрытом режиме закрытых беседах требуют идеологии и говорят что мы без этого не может и это понятно если есть идеология то ты свободен да ты можешь куда-то рулить а если нет идеологии то ручное управление тебя вызывает кто несет сюда-сюда это первое второе я понимаю насколько все несовершенно но я должен вам сказать что если бы в конце советской эпохи все нынешние весьма несовершенные капитаны информационной индустрии находим действовали так как они сейчас действуют вместо очень совершенного и благородного например господина крафтинга то советский союз был бы сохранен не надо было не только чп ничего нужно было просто чтобы вот эти вот несовершенные менеджеры высшие сели на средства массовой информации без абсолютно благородного господина крафтинга который из этой сферы в итоге создал знаменитый танец маленьких лебедей знаете как а чп сопровождалась балетом то есть было она расписалась в том что она вообще не нуждается в слове вы можете себе представить троцкого или ленина который получив телевидение пускает балет они бы говорили по 24 часа в сутки убеждая население и понимаем что все состоит в этом убеждении пустили балет лебединое озеро и все сказали что говорить нечего как говорят в театре что говорить если нечего говорить так вот если бы на месте этого находились нынешние несовершенные менеджер и на или например и на вещами находилась в руках там ну типа менеджера под названием маргарита симонян то ситуация была бы другой потому что эти грызутся лучше или хуже но они грызутся их вносит в проскрипционные списки что есть подлость неимоверная это сказать расчеловечить а они грызутся хуже или лучше я обсуждать не буду просто времени нет считаю что не лучшим образом считаю что есть опасные тенденции но они грызутся а телевидение находившийся в руках правящей партии расстреляла сознание своего народа патронами антикоммунизма с короткого расстояния а народ был к этому не готов он был незащищен психологи если они сидят в зале понимают значение защиты он доверял он открылся ему туда все всадили с короткого расстояния и это была подлость неимоверно поэтому сейчас ситуация плохая но лучше поэтому пусть они не ждут что так легко у них вытанцовывается будет их перестройка да пусть они знают что мы россия будет демократической страной мы никакой сил не будем демонизировать но если сила находящаяся в меньшинстве захочет воспользоваться неконституционными технологиями для того чтобы нарезать свою волю большинству народу она будет раздавлена мне супер все интересно нет томск бесконечно интересен и бесконечно интересен томска город интеллигент как университетский город как все что угодно как город сибири и так далее и тому подобное поэтому так сказать у меня есть несколько вещей первое у меня как бы у нас здесь существует мы сюда приехали я сюда приехал здесь собиралась собирается на круглый стол более ста человек сибирского бюро наше мы развиваем организации да мы вот клянусь всем что мне дорого мы абсолютно бескорыстно да ну и настолько независимы которым за сколько можно быть современным и да надеюсь это тоже есть вещи которые очень трудно имитировать говорят глазами загульмируешь без уст и которые не способность говорить чаще всего объясняется в независим отсутствие независимости суждений да потому что все время нужно сама сидит внутренний центр и глаза степлене а вдруг что-нибудь не то скажешь так вот у нас эта структура существует она существует здесь и как родительское всероссийское сопротивление и как все время и мы будем очень рады если вы поняли что мы абсолютно бескорыстны и что мы при работе у нас в регулярных структурах сделаем три шкуры тем не менее к нам придете мы вас всех ждем и вы должны понимать что мое последнее обещание носит чисто метафонический камень а нет вот-вот-вот да да я приношу извинения я теряю контроль да не да пожалуйста но вы надеюсь понимаете что не отсутствие время от любой структуры понятно да ну все я депутатом не по какой но все что мне скажет суть времени я сделаю и ни с какой силой кроме сути времени я себя не связываю я ему отдал жизнь и все спасибо большое уважаемые коллеги но не случайно мы место вообще определяет тему мы собрались большой физической аудитории Томского государственного университета прошли через физику метафизику сколастику через всю политику я считаю что это блестящее выступление блестящего человека еще одно воспоминание когда мы учились на первом курсе здесь шли занятия по истории и вот на лекции что-то по древнерусской истории раздался храм первокурсница утомилась утомилась по истории древней руси здесь этого не было я считаю что все живы здоровы все прекрасно можно расскажу такую же короткую совсем историю я же сын филолога моя мать работала в суть мировой литературы она такой крупный филолог специалист по тому суману по теории литературы и в числе людей у которых там все время могут все аверинцев там гаспаров грабарь пасок на меня это знакомо из детства фамилии а сектор теории литературы весь просто знаком вот мне рассказывали историю о том как грабарь пасок пришла на журналистский факультет грабарь пасок это учитель аверинцева гаспарова и других специалистов антиши она пришла она была уже человеком возрасте и она не должна была считать на журпаке но кто-то заболел она пришла на аудитория шумела шумела и это были журналисты а стукнула так что они затихли и сказала гомера надо читать на коленях сделала паузу и небо я думаю что сейчас нам уже ну пора просыпаться и переходить в какое-то состояние интеллектуальной ответственности который отнюдь не противоречит интеллектуальному долгу вы учитесь и учите честь вам и хвала я считаю что вы делаете главное дело современной россии а значит и в мире спасибо вам за